Мелкая пакость и не придумывается при взгляде на ближнего. Она приходит в голову сама по себе. Ауф! Всем привет! Вы на канале Дьюфплей, и сегодня мы будем продолжать проходить дубликат, но только после того, как вы тут протыкаете лайки, и напишите в комментариях... комментарии. Вот, да. Погнали! Так вот, на подходе к сцене слышу музыку. Кто-то играет на электрогитаре. И не надо догадываться, кто. Мику в клубе, кроме Алисы, больше тупо некому. Врум-врум! Усилитель выкручен на минимальную громкость. Звучат песни из репертуара моего давнего концерта. Ну да же, прижились песни-то. Во всех лагерях, оказывается. Думаю, не свернуть ли к библиотеке, но оставляю как есть. Все равно мне с Алисой пересекаться. И не раз в этом лагере. Так пойду послушаю, и тем более, что играет более чем хорошо. Нравится? Это, кажется так, для затравки вопрос. Мне было бы очень интересно пообщаться с настоящей. Без этих программных направляющих в голове. Ну а сейчас она включит свой привычный режим, и мне придется отправить ее в игнор. Кстати, мы же еще не знакомы. Ты играешь лучше меня. Тебя ведь Алиса зовут. А может, сам сыграешь что-нибудь? Пока все хорошо, но попытку знакомства мы игнорируем. А сыграть весь свой репертуар сама же учила, но не сейчас. В другой раз. Сейчас скажут, что я играть не умею. Да ты играть-то пади не умеешь. Девушка. А потом ты предложишь мне спор. Сыграю я что-нибудь простенькое на трех аккордах или не сыграю, я угадал. И какая будет ставка со твоей стороны? Че я к ней пристал? Это тема завтрашнего спора. На сегодня-то что? Ну а же придумай хоть что-нибудь. Алиса даже испугалась на секунду. Может, она и спорить-то не собиралась. А просто над новичком поиздеваться хотела. А я на какую-то тайную кнопку нажал. Я... Ты... Если я выиграю, то ты... Ты до конца смены будешь учиться у меня играть на гитаре. Оу, понравился что ли? Не, ну мне, конечно, приятно и девушка красивая, хоть и вредная. А мне, в общем-то, 2Ч ничего не надо. Поэтому... Ммм... А если я выиграю, то ты безымянная девушка. Скажешь, как тебя зовут. Ну что, предпринимаешь ставку? Независимо от того, выиграю я спор или проиграю, знакомиться нам всё равно придётся. Интересно, дойдёт до Алисы или нет, что я над ней просто прикалываюсь. Над её азартом и желанием спорить. Но принять ставку Алисе не дают. Звучат горные, нас зовут на ужин. Между прочим, а то ты виноват. Мог бы и представиться. Ну, хорошо. Хотя... Как мы теперь будем спорить, я не знаю. Алиса это Семён. Семён это Алиса. Понесите, Семёна. Как ни странно, продолжает цитату Алиса. И как ни странно же, протягивает мне руку для рукопожатия. Пошли ужинать. Меня действительно Алиса зовут, но должок всё равно за тобой. Ладонь у Алисы сухая. Небольшая и крепкая. Ну, а ты чё, хотел влажную ладонь? Как бы день, людей много. Да вечером у неё ладошки мокнут. Хм, если вы понимаете, о чём я. А я приятно удивлён. Тем, как Алиса подхватила цитату, поэтому не спрашиваю, когда это я успел должком обзавестись. Продолжок, правда, произносится с улыбкой. Вот, всего-то что стоило начать цикл нестандартно. Нравится коралл? Пришлось прочитать с таким-то именем. Значит, и было чего читала? Блин, или где там ударение? Я ж не знаю. Собственно, на этом общие темы для разговора заканчиваются. А дальше мы просто неловко молчим по пути к столовой. Алиса про меня не знает ничего. А про лагерь и про Алис? Я про лагерь и про Алису знаю почти всё. И узнавать по новой то, что ещё не успел забыть, но не хочу. Боюсь и сфальшивить. Боюсь и, что искреннего интереса в моих вопросах не будет. Алиса это почувствует и начнёт хамить. А мне тогда придётся всё-таки отстраниться от неё до конца цикла. Ну, а Алиса, мне хочется думать, что она молчит, потому что стесняется. А не потому, что наш диалог не предусмотрен сценарием. Сейчас на крыльце столовой, дабы не приумножать неловкости, мне надо бы распрощаться, тем более, что Ульяна уже машет из зала рукой Алисе. Но меня перехватывает вожатая. Ну, как, прогулялся по лагерю? И не дожидаясь ответа. Садись вон с девочками. Ну, конечно, с рыжими. Я и забыл об этом моменте, что меня Дмитриевна к ним за стол отправит. Алиса, кстати, спрятавшись за меня, проскочила мимо вожатой. В своём бунтарском варианте формы. А сейчас, боюсь, мне предстоит решать задачу о волке, козе и капусте. Простите! О бульяне, котлете и о скалопендре. Беру под нос с ужином на раздаче иду к рыжим. Бандитки о чём-то шепчутся, поглядывая на меня и хихикают. Приятного аппетита. И тебе, новичок! Меня провоцирует. Очевидно же, что да. Эту скалопендра пропадает. Ай! Ога. Кнопка, канцелярская кнопка на стуле. Как отвлекающий манёвр. Ничего нового. Ну и исчезновение котлеты, конечно. Как там? Мелкая пакость и не придумывается при взгляде на ближнего. Она приходит в голову сама по себе. Ауф! Не дать мне заметить подложенную кнопку, назвал новичком и украсть котлету, пока я разбираюсь с кнопкой. Сейчас мне за две секунды нужно решить, какой вариант поведения разыгрывать. А мне вдруг становятся всё безразличные пионеры, крутящиеся в этих бесконечных циклах. И воображающие, что проживают свою уникальную жизнь. И хитрая мордочка Ульяны и Алиса, с интересом ждущие развития событий. Не хочу и не буду я ничего менять. Я здесь чужой. И все эти люди для меня чужие. Пусть сами с собой разбираются. А мне бы с собой разобраться. И славяну найти. Чёрт, видимо, я отключился слишком надолго. И Ульяна, устав ждать продолжения спектакля, сама пошла по второму варианту. Для начала она преувеличенно громко удивляется. О, а где твоя котлета? Подожди, я сейчас! Да, жду-жду, неси свою скалопендру и уже покончим с этим. У тебя сейчас такой вид? Какой? Скучающий? Нет, я не собирался вас веселить. Прости меня, подлова. Я себя-то последнее время развеселить не могу. Просто ничего нового сейчас не будет. Всё уже придумано сто лет назад. Котлета из скалопендра. Нет, перед этим... Ладно, неважно. Сейчас я зарабатываю репутацию провидца, но мне всё равно. Мне только одно интересно. Когда Ульяна успевает утилизировать... Когда, блядь, когда Ульяна успевает утилизировать котлету? Нет, был бы пёс под столом, вопроса бы не было. Пёс бы смог. Представил себе причащуюся под столом несу разную здоровую дворнягу. Из серого, добрейшего и умнейшего пса, похожего на овчарку. Но с торчащими тут и там из гладкой шерсти, отдельными жесткими черными и рыжими волосами. Доставшимися от дедушки... Эээр... Дель Терьера. Ёп твою-то мать, а ты ещё чё за пёс? Звать его непременно должны Вулкан. Дети должны кормить его всем лагерем. А персонал усиленно делает вид, что не замечает этого... Это четверолапое воплощение... Антисанитария. Даже показалось, как мокрый нос, холодный и твёрдый, тычется мне в колено. Улыбнулся, а рука сама собой сделала гладищее движение. Повторяю воображаемый контур лобастой головы. Всё хорошо, но этот понимающий взгляд Алиса... Любишь собак? Можно ответить в ленином стиле. Не то чтобы очень, но невкусная. И разговор закончится, но ведь это же неправда. Не всех и не всяких. Я готов любить собаку, если она личность. А не то за... А не... А не за то, что она собака. Почему-то я решил ответить развернуто. Понятно. Знаешь, ты приходи к нам вечером, часом к девяти. Подкормим. А на Ульяну не обижайся. Не скучно ей. И новичков проверять положено. А вот я и говорю, что ничего нового. Да и спектакль ещё не закончен. Передашь ей потом, что она с эмоциями переигрывает. Подходит Ульяна и с серьёзным видом ставит передо мной тарелку с новой порцией. Но, ешь голодающий. Ставит и предусмотрительно делает шаг назад. Нет, всё равно я не буду за ней гоняться. Демонстративно переворачиваю котлеты и говорю, обращаясь к Алисе. Вот. Я именно про это сейчас говорил. Что спектакль ещё не закончен. Твоё приглашение. Оно ещё действует? Приглашение? Ну да, конечно. Тогда я не буду это есть, если никто не против. Выпиваю компот и отношу несчастную, почти утонувшую в пюре скалопендру на мойку. Прямо в тарелке. Естественно. У меня, конечно, есть туза в рукаве. То есть в рюкзаке в виде консервов. Но сегодня Алиса угощает. Вот, кстати, ещё один похожий на нормального человек в лагере. Уже двое. Считай и Мику. Ну и как убить время до девяти? Раньше-то я в это время гонялся за Ульянкой и блаждал по лесу. Позже уже не бегал за ракетой. А отогнав её для вида, сразу шёл на остановку и там дремал, пока меня не находило славя. Когда мы были со славяной... Когда мы были со славяной, этих проблем вообще не возникало. А после я обычно заранее оставлял на остановке банку консервов и ужинал ими. Это я подальше и разогрев на небольшом костерке. Славя крутила носом на запах дыма, но ничего не понимала. А тут забыл подготовиться. Но, правда, меня Алиса подкормить обещала. Обхожу территорию лагеря по малой дуге. Мимо пляжа и лодочной станции. Через выход к старому лагерю выбираюсь за забор. И вдоль забора иду на остановку. Жалко, что здесь нет навеса на остановке. Сейчас бы растянулся на лавочке, жалко, что у меня нет с собой спичек. Сейчас бы отошёл подальше и посидел у костра. У костра уютнее, даже без тушёнки. Но мне и так неплохо. Отхожу от ворот метров пятьдесят в сторону опоры лап. И падаю в траву, заложив руки за голову. Господи! Кажется, хоть на часок нам можно расслабиться и не следить за тем, чтобы не ляпнуть в разговоре что-нибудь ненужное. Не смотреть с опасливым вниманием на обеих рыжих. Не выслушивать околонаучный бред кибернетиков. Не уклоняться от общества вожатой. Можно просто побыть самим собой. Часто одиночество, это не так уж и плохо. Некоторое время просто разглядываю небо. Потом начинаю... Чёртова привычка! Анализировать прожитый день и размышлять о планах на завтра. Вернее пытаюсь это делать. Потому что дальше мыслей... Так, чё мы имеем? И... А завтра у нас... Дело не идёт. Поэтому я просто лежу и смотрю в постепенно темнеющее небо. Пока совсем рядом, не слышу шаги. Не слышу шаги. Славя. Подошла и аккуратно присела рядом. Вот ты где. Тебе тут удобно? Вполне. А меня что, все уже потеряли? Нет, ещё не все. Только я. Вот как. Это, конечно, приятно. Но в предыдущих лагерях я особенно избегал общества слави. Уже очень мне не хватало славяны. А разница между ними неприятно резала по-живому. А в чём, собственно, разница? Задумываюсь и пробую сформулировать. Не считая прически, конечно, и программных ограничений. Если брать первый поверхностный слой, то славяна, пожалуй, тоньше и мудрее, что ли. Она всё так же хочет счастья для всех. Но уже понимает, что нельзя никого осчастливить против его желания. Не боится, когда необходимо спорить с вожатой. И часто отстаивает свою точку зрения. В отличие от, скажем, меня. Которые, что греха таить, вожатые скорее манипулируют. Ещё мысли мои прерывают. Ты совсем меня не слушаешь. Прости, пожалуйста, слой. Я задумался о своём. Не обижайся. И что ты хотела? А я и не обижаюсь. Вот славяна. Да почти не улыбается. Очень-очень редко. Представил себе сейчас её рядом с собой. С такой же извиняющей улыбкой. Пойдём, покормлю тебя. А вот ты, пожалуйста, не обижайся на Ульянку. Не может она иначе. А так она девочка очень добрая. Знаешь, тут малышня... Малыши некоторые по мамам скучают. Плакали даже в первые дни. Так Ульянка от таких не отходила. Прямо как нянька. И сейчас так что... Блять, и сейчас как что... Так они не ко мне и не к вожатой. А к Ульянке жаловаться бегут. Но вот ни озорничать Ульянка не может. Ну да. Отвеча гиперактивный ребёнок. Как ты сказал, гиперактивный? Да, наверное. Поднимайся, пошли ужинать. Попытка номер два. Славя вытаскивает мою руку из-под головы. И легко тянет вверх в направлении лагеря. Вообще-то меня леса покормить обещала. И я вроде как приглашение принял. А еду Алиса украдёт, конечно, в той же столовой. Те же булки с кефиром. И если я сейчас не придержу Славя на остановке. То рискую остаться без ужина. Да, я в общем-то особо и не хочу. Сегодня в автобусе перегрелся. Хочешь, хочешь. Ты просто ещё не осознаёшь этого. И есть на ночь вредно. От этого, говорят, толстеют. Ну, спасибо тебе, что обо мне заботишься. Вставай, вставай. Ничего не знаю. Скажи, что же заботишься? На этот раз Славя улыбается смущённо. Вот, кстати, насчёт жирных. Говорят, чтобы похудеть, надо после шести не есть. А что делать, если я, блин, в принципе, до шести на работе? А? Какие варианты? Это, типа, сразу после обеда уже не ездить до ночи? Или что? Или после семи уже можно? Вот если бы я блинов напекла с утра и к тебе в домике их на завтрак принесла... Ой! Славя краснеет, отпускает мою руку, отступает на шаг и продолжает уже официальным тоном. Это товарищеская помощь. И вообще, я как председатель совета отряда и помощник вожатого отвечаю за здоровье пионеров. Вот, кстати, и тема для заболтывания. Даже две. Но сначала я медленно-медленно поднимаюсь. Медленно-медленно отряхиваю себя. Медленно-медленно поворачиваю голову. К нетерпеливо притоптывающей ногой Славе. Она-то подскочила мгновенно, когда увидела, что я начал подыматься. И быстро-быстро показываю Славе язык. Не дразнись! Но всё равно. Официоз мгновенно слетает. И что-то озорное проскакивает в интонациях и в улыбке. Ведь могут же и нормальными людьми оказыв... Быть, блядь. Ведь могут же быть и нормальными людьми оказывается. Нужно только нестандартного усилия приложить. Славе. Ну правда, не хочется. Ты лучше скажи. Я намного опоздал. У-у-у. На полсмены. На целую неделю. И что я пропустил? Мы не торопясь идём в сторону ворот. А я заговариваю за обы Славе. Но мне и правда интересно. Раньше я никогда не узнавал, что же происходит между началом цикла и моим приездом в лагерь. Ну, в первый день заселялись в домике. Вожатая спросила, спросила, кто хочет быть её помощником. И я вызвалась. Так пришлось через весь день... Блядь, так пришлось весь день на складе бельё и форму выдавать. Да вот, сразу в форме приехал, а почти все нет. А Алиса так вообще. В чёрных джинсах и чёрной футболке. С какими-то нерусскими надписями. Как вожатая на неё ругалась на Алису. Алиса, конечно, девочка резкая и ответила грубо. Но нельзя же так на человека орать. Я хотела их помирить. А получилось так, что я теперь главный враг у Алисы. Мику. Ты уже знаком с Мику? Мику в музыкальный кружок вызвалась. Женя в библиотеку. Мальчики наши кружок кибернетики организовали. И теперь пропали для общества. На второй день все с обходными бегали. На третьей территорию убирали. И дискотека вечером была. Только наши мальчики совсем не танцуют, оказывается. Славя, я понял твой намёк. Но это же мне всех вас перетанцевать придётся. Ещё и вожатую. Так, мне кажется, или реально был косяк, когда он пришёл к Мику и сказал, что с бегунком он только завтра придёт. Типа ж... Уже все проходили. Или так и должно было быть? Хз. А что там ещё было? А что там ещё было, мы узнаем уже в следующий раз. А что ж, на этом на сегодня всё. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока. Вернись ко мне. Моя мечта. И сука, уход. Пустой вселенной. Верни мне жизнь. И согревай. Освободи. Меня из плена. А. Продолжение следует...